Привет, меня зовут Алексей Кашин. В современном кайтбординге очень много элементов, ну практически все элементы делаются с вращением. Для этого нужно, чтобы человек владел своим телом, чтобы он понимал, куда и что вращается, какие мышцы куда тянут. При вращениях, опять же, приземлениях, после вращения и приземлениях на неровную поверхность можно получить травмы поясницы, травмы позвоночника. Этот вопрос хорошо рассмотрен в йоге. Например, специальный комплекс, который потребляется в разных видах спорта, в том числе он подходит хорошо для кайтбординга. Первый блок это упражнение. Плотняем мы лежа на спине. Ложимся, загибаем ноги, ставим стопы рядом с тазом. Руки кладем кольцом над головой. Поясница плотно прижата к полу. Это исходное положение. В нем человек расслаблен. Из положения лежа на спине мы поднимаем сначала правую руку, опускаемся, расслабляемся. Потом левую руку тянемся рукой вперед или вверх. Опускаемся и расслабляемся. Напряжения любые делаются на вдохе. На выдохе всегда нужно вернуться в исходное положение и максимально расслабиться. Потом левую ногу коленом тянемся к голове. Скрутиться так, чтобы остаться в крайнем положении лежа на пояснице. Правую ногу. Потом поднимаем обе ноги, тянемся двумя коленями к голове. Поднимаем и руки, и ноги. Руками тянемся вперед, коленями к голове. Соединяем руки и ноги так, как это показано, и тянемся. В случае диагонального движения мы сначала поднимаем правую руку, потом левую ногу, потом правую руку и левую ногу. И потом соединяем, держимся рукой за ногу, так как это показано, и пытаемся скрутить себя еще больше. Это один из базовых комплексов, который направлен на то, чтобы улучшить координацию при скручиваниях, вращениях и других сложных движениях, которые выполняются на кайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все подъемы рук и ног делаются на вдохе. На выдохе делается полное расслабление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Второй блок – это упражнение лежа на животе. Здесь мы вытягиваем руки и ноги и лежим расслабленно. Тот же самый принцип. Базовая серия. Тогда мы поднимаем сначала одну руку, потом другую. Потом одну ногу, потом другую. Потом руки и ноги вместе. И есть односторонние серии. К нам поднимаем правую руку, правую ногу, правую руку, правую ногу. И держим себя, как это показано, рукой за ногу и пытаемся прогнуться еще больше. И диагональная серия. Это когда мы поднимаем, например, правую руку и левую ногу. Ну и так далее. Третий блок – это упражнение лежа на боку. Здесь тот же самый принцип, но здесь только диагональная серия. Здесь мы поднимаем сначала правую руку. Точнее, она будет у нас, допустим, верхней. Мы лежим на левом боку. Там поднимаем верхнюю руку и нижнюю ногу. Так, как это вот показывает. Верхняя часть торса всегда лежит на боку. То есть мы лежим на плече, на одном. Нижняя часть торса немножко разворачивается вперед. Получается такое скручивающее движение. Мы тянемся плечом к подвздошной кости. Можно сделать все три блока за один раз. И потом повторить это, допустим, через два дня. Постоянно увеличивая амплитуду движения. То есть амплитуду складывания, амплитуду прогиба. Когда чувствуете, что один раз это уже мало, можно делать с некоторой задержкой. То есть поднялись, прогнулись и задержались в этом положении. Здесь уже можно подышать. И потом с выдохом лечь и расслабиться. Дальше, когда и это уже пройденный этап, тогда делаем несколько повторений каждого блока. И когда уже каждый блок будет повторяться несколько раз, блоки можно разнести. Например, один блок сделать, например, блок лежа на животе сделать в один день. Блок лежа на спине сделать в другой день. Блок лежа на боку сделать в третий день. Субтитры создавал DimaTorzok